Здравствуйте, дамы и господа. Предлагаю вашему вниманию выдержки из программы людей, родившихся 11 апреля невисокосных и 10 апреля високосных годов. Информация, выборочно взята из каталогов человеческой популяции, представляет собой очень краткий обзор их характера на примере женского описания. Данную личность вполне можно сравнить с библейским буридановым ослом, который никак не мог выбрать из двух стогов сена тот, которым можно было бы утолить голод, и в конце концов умер от голода прямо между этими стогами. Данная дама находится в шкуре упомянутого персонажа всю свою жизнь. Более того, рассматриваемая личность является не только жертвой каких-то обстоятельств, предполагающих мучительный выбор, но и сама эти обстоятельства в своей жизни регулярно создает. К примеру, встретив одного мужчину и выйдя за него замуж, она непременно заведет себя как бы в комплект другого мужчину. Создаётся впечатление, что всё это делается для того, чтобы имелась возможность разрываться между этими мужчинами, ходить между ними восьмёрками или, что называется, водить их работы втроём при личном знакомстве всех участников, о котором она позаботится. Но на самом деле данная дама склонна на протяжении всей своей жизни организовывать вокруг себя двойственные ситуации только лишь для того, чтобы как гипотенуза соединить с собой оба этих угла. Именно поэтому кто-либо и что-либо равнозначно в единственном экземпляре её не способна удовлетворить по определению. Ведь что же тогда она будет, из чего же она будет тогда мучительно выбирать, считает она, кого она станет соединять между собой. Будучи замечательной интриганкой и заговорщицей, данная дама буквально сталкивает убами людей, которых она хочет соединить. Именно так произойдёт в каждом случае с двумя мужчинами. А также во всех остальных ситуациях. Причём ей самой кажется, что это случилось как бы нечаянно. На самом же деле это и просто является её тайным стремлением. А это значит, что по-другому она поступать просто не может. На работе с родственниками, друзьями и подругами, партнёрами по бизнесу она то и делает, что сливает им информацию друг о друге. Информацию достаточно нелицеприятную. Поэтому и финал всегда один и тот же. Поскольку эта дама тайна, но с энтузиазмом постоянно организовывает равноценные полярности, подбирая их по форме двух равных, одинаково важных, нужных, качественных, любимых, желанных и т.д. величин, в её жизни всегда будет существовать не только единый тандем муж-любовник, но и масса других дуплетов. Например, дуплет квартиры-дачи, который будет создан ею специально для того, чтобы постоянно задавать себе вопросы и самой же отвечать на них. А главное иметь простор для долгих и мучительных метаний от одного к другому. Где в первую очередь сделать ремонт? Куда в первую очередь купить мебель? Как провести и где выходные? Это особо может завести два автомобиля, чтобы ломать голову каждое утро, день, вечер и ночь. Но в каком лучше сейчас поехать? Какую машину в первую очередь отогнать в мойку? На каком автомобиле сначала поменять резину, а на котором можно и попозже? Данная дама станет непременно дублировать одежду для того, чтобы иметь возможность, так сказать, прыгать из одного наряда в другое перед выходом. Купив два практически одинаковых платья, она станет часами раздумываться. Всё-таки, что же на себя сегодня надеть? То или это? Это или то? Подобные мучения, которые таковыми представляются стороннему наблюдателю, для данной личности мучением как раз не являются. Это нормальная типовая ситуация, которая необходима ей для выхода её страстей. Дело в том, что наличие многочисленных дуплетов, как повод для выбора и для соединения, вызывает невероятный накал страстей у данной личности, а затем и их выход, что в конце концов приводит данную даму к состоянию приятной опустошённости, удовлетворения и огромного удовольствия. Эта дама же является вечной жертвой постоянного томления, неконтролируемых желаний, которые буквально застят ей глаза. Поскольку всё это происходит с регулярным постоянством, она, как правило, совершенно не соображает, что, собственно, происходит. Данная особа просто чувствует, что ей чего-то очень хочется, и того, и другого в равной степени. Единственное, что она способна зафиксировать в своём сознании, так это сильную потребность. Я очень, очень сильно хочу. В этом смысле она больше напоминает закипающий чайник со свистком, который сначала тихо закипает, потом начинает свистеть, а потом начинает в какой-то момент подпрыгивать, брызгая во все стороны водой, и того, глядит, залетит, подобно ракете. Так же и здесь. Данная дама мучительно выбирает, какое-то время сомневается, пытается решиться на что-то, бесконечно перебирает варианты. Но тут температура кипения становится критической, и в голове у неё срабатывает тумблер. Всё, больше не могу. В таком состоянии она стартует с места, готовая сделать уже всё, что угодно для удовлетворения своей потребности, срочно что-то съесть, с кем-то встретиться, совершить ряд каких-то действий. И уже не так важно, что, как, с кем и зачем. Например, она давно мечтает передвинуть мебель в комнате, но дальше мечта, не дело, по каким-либо причинам не заходит. К тому же она никак не может выбрать, куда поставить шкаф, ближе к окну или к двери, в подобных метаниях, а что лучше, а как правильнее, проходит какое-то время. Но вот начинается закипание этого намерения или желания, и в какой-то момент она бросает все остальные дела и срочно бежит делать перестановку. Потому что ей, что называется, приспичило сделать это именно сейчас. И неважно, где в итоге окажется шкаф, у двери и у окна. Потому что, когда ее желания начинают, как говорится, лезть из ушей, контролировать себя и спокойно, здраво рассуждать, данный человек уже не в состоянии. Она способна только мчаться, бежать, лететь для того, чтобы совершить что-то немедленно. Именно в этом состоянии данная личность способна на любые поступки, на генерацию новых интересных мыслей, идей, мнений. Имеется характерная особенность. Все действия данной личности производятся как бы в черне. Больше похожи на набросы, грубо, прямолинейно, кое-как. Подобная небрежность проявляется и в повседневной жизни, и в делах, и в проектах данной дамы. Но связано это исключительно со спешкой, с ее склонностью действовать импульсивно, в торопях, на порах желания, потому что по-другому данная дама вообще действовать не способна. Ее родные, близкие, друзья, приятели, то есть те люди, с которыми она плотно общается, не перестают ей удивляться, хотя хорошо ее знают. Принцип двойственности можно рассматривать как базовый для данной личности. Она как солнце в зените или солнце в закате. Середины не бывает. Жизнь этой дамы похожа на монету. С одной стороны написано рай, с другой стороны написано ад. И эта монета при подбрасывании крайне редко встает на ребро. Поэтому данный человек, человек крайности, человек не знающий середины, то есть для которого третьего не дано. Даже переход из состояния в состояние, из ситуации в ситуацию производится кардинально. Сначала она старается довести райскую ситуацию до ощущения хождения в аду. При этом может сказать, что доводит адские страдания через их высшие октавы до состояния райского наслаждения. Она и сама не знает, когда монетка перевернется. Ребро очень тонкое и переход практически незаметен. Точно так же данная дама даже не замечает, как переходит из застенчивой, беспомощной и робкой мазохистки, которую все буквально пинают ногами, в жуткую садистку. С таким же удовольствием, с каким она терпела унижение, она сама начинает издеваться над людьми. Мучается, насмехается, дурачит. Вдруг она прекращает издеваться над другими и все свое презрение, оскорбление и насмешки обращает против себя самой. А потом снова начинает третировать окружающих, унижать, оскорблять и так до бесконечности. Эти переходы вовсе не являются вынужденными откликами на издевательство над собой. Это не отпор и не месть. Это просто ее естественная потребность находиться время от времени на каждом из двух полюсов. Если вас заинтересовал краткий обзор данной личности и вы захотели получить полное описание этого или любого другого человека, многократно превышающий по объему информацию, которую мы вам сейчас предоставили, обращайтесь, пожалуйста.